Большой привет всем зрителям моего канала! Сегодня я снимаю вместе с Айжан, замечательным блогером из Казахстана. Ее ник на ютубе GORGEOUSUA. Наконец-то я запомнила, как он произносится. До этого я все время называла ее по-другому. В общем, мы с Айжан решили снять коллаборацию и наконец-то мы уже созрели к этому. Почему наконец-то? Потому что знакомы мы с ней уже два года с лишним, то есть с начала самого, когда мы только начали снимать, она была первым человеком, который написал мне под моим самым первым видео комментарий. Для меня это было безумно приятно, безумно радостно. Я стала с ней общаться и сейчас я могу сказать, что мы уже с ней полноценные друзья, не просто какие-то знакомые по ютубу. Мы в основном общаемся вконтакте, как бы получается вне ютуба мы общаемся больше. Немного расскажу о Айжан. Она замечательный блогер, она снимает для тех, кто ее не знает, конечно, потому что мне кажется, что у нас с ней очень много подписчиков одинаковых людей, то есть и на меня, и на нее люди подписаны. Но если вдруг кто-то не знает, скажу, что она снимает очень разнообразные видео, она снимает и влоги очень интересные, замечательные влоги, которые я с удовольствием смотрю. Она снимает косметические видео, различные обзоры, покупки одежды, косметики, очень много, очень интересно тоже все. Также она снимает какие-то рецептики правильного питания и лукбуки. Вообще она очень стильная, она полностью оправдывает свой ник, она действительно шикарная, она потрясающе красивая, она хорошо одевается. Вообще для меня она является таким образцом женственности, образцом стиля, потому что, ну, у меня вообще другой стиль, абсолютно, одежда, и мне интересно всегда смотреть на то, что не такое, как у меня, и я искренне восхищаюсь ее умением подбирать одежду, подбирать цвета, всегда выглядеть с иголочки. В общем, она замечательная, я уверена, что если вы еще ее не знаете, вам будет интересен ее канал. Помимо всего прочего, она еще очень открытый, очень такой человек, глядя видео, смотря видео которого, кажется, что это какая-то твоя подруга, действительно, что это очень близкий человек, настолько она располагает к себе. Вот, в общем, ссылку на ее канал и на ее видео я оставлю под видео, под этим. И мы с ней решили снять такой таг «Здоровый образ жизни». Мы несколько с ней выбирали тагов, но остановились на этом, потому что обоим нам этот таг является таким близким, потому что со здоровым образом жизни мы с ней обе на достаточно короткой ноге. Вопросов у данного тага 10. И чтобы не затягивать, давайте я уже перейду к ответам на вопросы. Итак, вопрос первый. Придерживаешься ли ты принципов здорового образа жизни? Вы знаете, я, честно говоря, вот до того, как начала снимать это так, не знала, что это за принцип, но все-таки так, как отвечать на этот вопрос нужно, я решила их посмотреть. Итак, я их себе переписала тоже на бумажечку, и сейчас прям по пунктам, пройдемся. Пункт первый. Здоровое питание. Да, я здоровым образом питаюсь, я слежу за своим питанием. Сейчас, наверное, больше, чем когда бы то ни было вообще в жизни, поэтому да. Занятие физкультурой. Да, я занимаюсь физкультурой практически каждый день. Если не занимаюсь физкультурой, все равно у меня очень активная жизнедеятельность, и получается, что даже если я сегодня не тренировалась, то я в любом случае физическую нагрузку получила. Я много хожу, у меня работа такая физическая больше, поэтому да. Хороший сон. Здесь нет, я поздно ложусь и очень рано встаю, то есть я могу лечь, допустим, в 2 часа ночи, при этом встать в 6 и идти на 12-часовой рабочий день. Нет, вот здесь у меня промашка. Режим дня. Ну, я стараюсь, но вот опять же из-за сна у меня не получается. Вот если бы я приучила себя рано ложиться и рано вставать, было бы хорошо, но как-то пока не очень. Пункт 5. Отказ от вредных привычек. Да, я не курю. Раньше я курила достаточно много лет, сейчас я не курю, поэтому да, от этой вредной привычки я отказалась. Ну, я наркотики как бы не буду считать, я очень далека от этого. А алкоголь, я употребляю алкоголь, но не фанатично, то есть у меня нет такого, что я там пью, сижу в одиночестве, для чего как-то я пью в компаниях, я пью по праздникам, я не пью крепкие алкогольные напитки, и вот если пью, то редко, и я как бы не напиваюсь никогда, чтобы там меня ноги не носили, пью я мало. Устойчивость к стрессу. Пункт 6. Ну, вы знаете, наверное, я очень устойчива к стрессу, я вообще считаю, что я по своему состоянию обычно такой буддист, моя любимая фраза вообще, когда что-то происходит, и все начинают паниковать. Похоже, я здесь один буддист, я обычно в этот момент и говорю, потому что, ну, действительно, я очень спокойная. Эта фраза, кстати, из сериала «Ходячие мертвецы». Я очень спокойный человек вот именно в состоянии стресса, то есть сама по себе я неспокойная, то есть я не флегматик, я активная такая, бодренькая, как правило, но вот когда что-то такое происходит, стрессовое, я абсолютно спокойно реагирую, я не эмоционирую, я не начинаю кричать там и бегать, о боже, что делать, что делать, нет, я как-то спокойно совершенно пытаюсь найти выход из ситуации и предпринять что бы то ни было, если это возможно. Если это невозможно, я пытаюсь как-то понять, что, ну, надо смириться, значит, да. Закаливание организма, седьмой пункт здорового образа жизни. Да, я закаливаю организм, я делаю контрастный душ, но в основном я делаю это летом, потому что в Самаре очень жарко, у нас сейчас, по-моему, выше 40 градусов, поэтому вот летом, да, я все время закаляюсь, зимой у нас холодно, поэтому я иногда отдыхаю от закаливания. Так, личная гигиена, ну, тут, естественно, да, я моюсь, я слежу за чистотой своего тела, за чистотой своего дома, я соблюдаю как личную, так и окружающую меня гигиену. Интеллектуальное развитие, ну, книги я читаю, глупым человеком себя не считаю. Духовное самочувствие. Я не совсем поняла, что это означает, но думаю, что это какой-то, может быть, положительный настрой, позитивное какое-то мышление, вообще положительный взгляд на вещи, да. У меня он присутствует, я всегда смотрю на людей, на все события, на любое совершенно, ну, не затрагивая, конечно, каких-то трагических моментов, вот на такую повседневную, суетную какую-то жизнь, я смотрю всегда с позитивом, с любовью, с радостью, с благодарностью. Вообще, очень я положительно, как правило, настроена, а если вдруг у меня плохое настроение, то я тоже философски так на это смотрю и говорю, что, ну, все пройдет, ну, это же не вечно продлится. И как-то мне легче становится это пережить, если вдруг какое-то плохое настроение, но обычно оно долго не длится, и когда оно бывает, я позволяю себе немножечко похандрить, поваляться, ничего не поделать. Итак, да, как-то долго очень получилось. В общем, я придерживаюсь принципов здорового образа жизни. Вопрос второй. Какие спортивные кружки ты посещала в детстве, твои достижения? Я перечислю самые два, самые нормальные, где я занималась по времени. Я занималась фигурным катанием достаточно, ну, я не помню точно сколько лет, но немало лет. В общем, в школе я была таким ребенком, у которого все время были справки, потому что у меня то соревнования, то два раза в день у меня были тренировки. Я занималась фигурным катанием, я прыгала вот эти вот тройные тулупы. Сейчас я, мне кажется, на коньках, ну, дай бог, если вообще подпрыгну хотя бы, да, на месте. Вот, я занималась фигурным катанием достаточно долго, потом я ушла из фигурного катания и занималась конькобежным спортом. Это было с выгодой, я иск... ну, точнее, мне, получается, родители искали выгоду для меня, потому что от этой секции было поступление в университет. Вот, и поэтому меня отправили в конькобежный спорт, но когда я увидела ляжки и плечи конькобежцев, я поняла, что никакой институт, даже самый навороченный, меня не прельщает, если мне предстоит быть вот такой. Ну, и вообще, я тяжело переучивалась на шаги, если в фигурном катании я имела грамоты, я имела действительно достижения, кстати, у меня были и первые, и вторые, и третьи места на соревнованиях самарских, вот, то в конькобежном спорте я ничего вообще не достигла. Ну, я маленького роста, и как бы не очень мне было легко всех обогнать, ну, и вообще, я фигуристка, получается, по комплекции даже больше я фигуристка. Третий вопрос. Занимаешься ли ты спортом, фитнесом сейчас сколько раз в неделю? Я занимаюсь спортом от, наверное, ну, четырех до шести раз в неделю. Занимаюсь я по тренировкам Джиллиан Майклс, то есть я занимаюсь дома, в фитнес-клуб я не хожу. Мне так удобнее, у меня мало очень времени свободного, и мне удобно вот заниматься тогда, когда я могу, и при этом я не трачу время на дорогу никуда. Вот, поэтому я занимаюсь дома, занимаюсь активно часто много, ну, все, получается, на этот вопрос я ответила. Соблюдаешь ли ты принципы правильного питания или кушаешь, что хочешь и когда хочешь? Нет, я не кушаю, что я хочу и когда я хочу, я абсолютно точно соблюдаю принципы правильного питания сейчас. Сейчас я сижу вообще на белковой, ну, не диете, на белковом питании. Я не люблю слово диета, поэтому буду называть это правильным питанием. Я сижу на правильном питании, плюс небольшой элемент сушки такой в этом присутствует. То есть я кушаю утром углеводы, все остальное время белок плюс овощи, белок плюс овощи, белок плюс овощи. Но никаких ограничений там у меня нету, то есть я кушаю, что я хочу, у меня ничего не расписано, то есть только это, только это. Это не диета, это просто правильное питание, которое я для себя выбрала. Пятый вопрос. Твой любимый самый вредный продукт и как часто я себе его позволяю? Мой самый любимый вредный продукт это мороженое. Это, наверное, единственный вот вредный продукт для фигуры, который я люблю, потому что мне повезло как-то. Я в основном люблю то, что полезно, вот. А мороженое я действительно люблю, и даже вот сейчас я сижу на этом вот таком белковом питании, я считаю калории, я слежу за всем этим очень. Но один раз я вот в июне съела мороженое, и то, потому что мне его подарили, мне было как-то неудобно, получается, на тебе, Ксюша, мороженое, я такая, нет, не буду. Нет, я съела это мороженое, но сама не покупаю, держусь. Хотя очень хочется, вот, когда я не слежу, наверное, за питанием, я мороженое могу кушать хоть два-три раза в день. Вообще я могу покупать прям, вот знаете, такие брикеты. Есть мороженое, как кирпичи? Вот я прям покупаю такой кирпич мороженого, я его могу одна съесть, и у меня вообще угрызений совести не возникает. Но когда я узнала, сколько там калорий, я поняла, что нет, это не вариант. И следующий вопрос. Любимый рецепт здорового уже питания? Ну, наверное, это морепродукты, а если конкретизировать, то, наверное, креветки. Я их очень люблю, они дороговатые, поэтому покупаю я их не очень часто, но люблю сильно, вот, мне кажется, вот это то, что я могла бы кушать вообще каждый день, и мне это бы не надоело. Очень я их люблю, они очень вкусные, такие ненавязчивые и очень полезные. Седьмой вопрос. Мясо, фрукты или овощи? Мясо я ем только курицу и рыбу, получается. Я не вегетарианка, но вот как-то так вышло, да, что я ем только курицу и рыбу. Фрукты я люблю сильно, овощи я люблю средние. Наверное, фрукты. Да, я люблю фрукты, но много я их сейчас не кушаю, потому что там очень много углеводов. Но в целом я их очень люблю. Восьмой вопрос. Поделись самым эффективным упражнением, которое ты делаешь постоянно. Кстати говоря, я вот буквально полчаса назад уже поделилась с Сим Сайжан, как раз-таки мы с ней болтали ВКонтакте, и я ей скидывала комплекс упражнений на пресс. Это мое самое любимое упражнение от голливудского тренера. Я оставлю тоже ссылку под видео на это упражнение. Это комплекс упражнений на пресс. 16-минутный он, если убрать болтовню перед видео и титры, и плюс какая-то там еще разминочка в конце, растяжка. Если ее убрать, то там получается 16 минут. Но это такая достаточно интенсивная тренировка, которая помогла мне хорошо так накачать в свое время мышцы пресса. И, наверное, она остается моей самой любимой, которую я на данный момент уже настолько часто делала, что я знаю ее наизусть, и уже много лет я знаю ее наизусть. И 10 лет, наверное, уже как эта тренировка является моей такой основной любимец. Девятый вопрос. Сидела ли ты когда-либо на диетах? Поделись своим опытом. Да, девчонки, я сидела на диетах. Когда мне было лет, наверное, 15-16, я очень сильно поправилась, потому что оставила кружок хореографический, в который я ходила много лет, и потолстела очень сильно, потолстела, стала полненькой, сильно полной. При моем маленьком достаточно росте это выглядело не очень красиво. И есть люди, когда они полные, они обаятельные, им это идет. Мне полнота не идет совсем. Я становлюсь вообще непривлекательной. Ну, вот совсем не идет мне, даже вот чуть-чуть толстеть. Вот. И, естественно, я начала очень сильно комплексовать, потому что переходный возраст, 16-15 лет, и села на диету. Причем я их столько перебрала, я даже не вспомню. И Ларисы Долиной диету я сидела. И какие-то разгрузочные дни, кефирные, я помню, у меня была диета. Но какие только диеты я не перепробовала. Но мне так ничего и не помогло. Насколько я помню, может быть, я там похудела на какое-то количество килограмм, но результата, который бы мне был нужен, я не достигла. И я испортила себе желудок. Я заработала гастрит. Я заработала гастрит, который у меня до сих пор есть. Иногда дает о себе знать. К сожалению, это никому бы я такого не пожелала. Такие боли в желудке, которые были у меня, которые иногда есть у меня сейчас. В общем, диета это однозначно, вот 100% это зло. И не надо сидеть на диетах. Я советую вам просто прийти к какому-то питанию, которое бы вас устраивало, которое бы помогало вам сохранять форму, которое у вас есть, если она вас устраивает. Я думаю, что иногда себе можно позволять какие-то маленькие радости, типа мороженого или кусочка торта. Ну, кто что любит, да, опять же. Но на диетах садиться... На диету садиться я бы никому не советовала. Это опасно. Опасно, и это бессмысленно чаще всего. Вот вы, допустим, похудели там, да, за 2 недели на 5 килограмм, из них вы потеряли только литра 3, наверное, воды, чем очень сильно себе навредили. И потом вы стали есть, и быстро-быстро-быстро набираете килограммы, да. Ну, просто невозможно на самом деле похудеть быстро. И почему говорят, что самое оптимальное похудение это килограмм в неделю, даже, возможно, полкило в неделю, то есть 2 килограмма в месяц. Вот лично я так сейчас теряю вес, полкило в неделю, и это меня устраивает. Я создаю себе дефицит калорий 700 в день у меня где-то получается, ну, 700, может быть, 1000 максимум. Я знаю, сколько я трачу в день калорий при моем образе жизни и активном образе жизни. Я знаю, сколько я потребляю калорий, я считаю их на сайте. Ссылку на сайт я тоже оставлю под видео. Если вам интересно, пройдите, посмотрите. И я знаю, что, допустим, теряя, недоедая 1000 калорий в день, 1000 калорий в день, а это очень много недоедает, я за неделю теряю килограмм. Ну, сколько нужно недоедать, чтобы потерять 5 килограмм в неделю? Ну, это невозможно. Просто это как минимум опасно. И в основном это всегда вода. Поэтому не верьте в чудеса, не верьте в сказки. Лучше маленькими шагами, но идти к заветной цели, стройной фигуры и вообще здорового организма и при этом оставаться здоровой и сильной и бодрой. Вот. Вот такие вот мои ответы. И тут десятый не вопрос, а просто пункт. Это ссылка на создателя тага и кому я хочу этот таг передать. Создала этот таг замечательная девочка, о которой, в принципе, я узнала благодаря тому, что нашла этот таг Сайжан. Я посмотрела ее видео, мне она очень понравилась. Мария Бешко. Я надеюсь, что я правильно прочла фамилию. Если нет, я прошу прощения. Просто на английском написано, я могла ошибиться. Я оставлю ссылку на ее канал и на ее видео под этим видео тоже. И кому я хочу передать данный таг? Я бы хотела, чтобы этот таг сняла Ксюша или Ксенелина из Петербурга, девочка, с которой я тоже прекрасно общаюсь на YouTube. Мне было бы интересно послушать ее вопросы, ее ответы на эти вопросы. И также я хочу передать данный таг своему другу-блогеру Олегу. У него канал Здоровое ТВ. Я очень надеюсь, что ребята снимут подобные видео. Мне будет очень любопытно посмотреть на их ответы. Я надеюсь, что видео получилось не громадным, не длинным. Я, к сожалению, не вижу метраж. В общем, чтобы не затягивать, я безумно рада снять такое видео. Мне нравится эта тема. Я надеюсь, что кто-то почерпнул хотя бы немножечко, может быть, полезной информации из этого видео. Всем спасибо большое за просмотр. Желаю вам оставаться и быть здоровыми, спортивными, красивыми, бодрыми и радостными. Пусть все у вас будет хорошо. Всего вам доброго, хорошего, замечательного и пока!